Сегодня мы с вами говорим о доступе женщин к хобби и профессиям. Мы все с вами знаем, что на выбор среди женщин профессии часто влияют стереотипы, но существуют и законодательные ограничения. И об этом сегодня мы и будем говорить. Мои собеседницы Назик Иманбекова, член наблюдательного совета инициатива прозрачности добывающей отрасли. Здравствуйте, Назика. Здравствуйте. И Алия Мамбиталиева, медиаэксперт. Здравствуйте. Вот каким образом так получилось, что у нас на законодательном уровне есть список профессий, запрещенных для женщин? На самом деле это больше наследие, которое нам досталось от Советского Союза. Ряд стран они унаследовали, это и оставили после распада СССР. Но в течение нескольких лет, допустим, в европейских странах, балтийских странах она была упразднена, тогда как в центральноазиатских странах, и в Монголии, в России, в Азербайджане такие списки оставались долгое время. Но, допустим, если в Казахстане, в Узбекистане и в России даже этот список обновлялся из года в год, то в Кыргызстане в последний раз, если я не ошибаюсь, он обновлялся в 2012 году. В 2012 году он обновлялся. Но он обновлялся в том плане, что там какие-то слова изменялись, но те профессии, которые у нас не существуют в Кыргызстане, или те профессии, которые могли бы быть упразднены ввиду того, что у нас развиваются и технологии, условия работы улучшаются, да они и не были убраны из этого списка. И сколько профессий в этом списке? 446 профессий. 446 профессий? Вот вдумайтесь только. Официально в Кыргызстане запрещено заниматься женщинам 446 профессиями. Мне кажется, что у нас просто и профессий-то столько нет в стране. Там все профессии, которые существуют в нашей стране. Вот как раз Нази как сказала, что не было пересмотрения этих списков специальностей. Там очень много специальностей, которые не существовали ни при Советском Союзе в Кыргызстане, ни в данный момент после развала Советского Союза. То есть это был общий список на весь Советский Союз. И после развала Советского Союза мы просто его оставили. И какие, например, там есть профессии? Очень много профессий, которые касаются именно горнодобывающей отрасли. И из тех, что нет в Кыргызстане. Химическая отрасль очень много, какие-то подземные работы, то есть работа с опасными элементами. То есть те профессии, допустим, судостроительные профессии. То есть нельзя красить суда, чем-то заниматься. Как говорится, хорошо не буду. Да, то есть такие профессии, которые, в принципе, не были развиты никогда в Кыргызстане. Но это ведь сделано не потому, что... Вот я слушаю вот эти ваши профессии, которые вы перечисляете. Это сделано не из дискриминирующих, не из грей... Не потому что меня хотят дискриминировать, а потому что как бы заботиться о моем репродуктивном здоровье. Да, то есть основная часть того, что в этом списке, и почему это защита матери и ребенка, но почему, допустим, в 2023 году это устаревший список, поскольку отрасли все развиваются. То есть такая вещь, как безопасность сотрудника, она становится немного лучше за счет технологий. Ну и самая главная идея того, что да, это защита женщин, но мы же говорим о равных правах, то есть человеческая жизнь важна, вне зависимости от пола, мужского или женского. То есть это выбор делает женщина, каждая сама, и мужчина делает выбор, он готов идти на данную работу или нет. Это чаще всего, допустим, в Кыргызстане это высокооплачиваемая работа. Понятно. И вот здесь мы пришли к тому, вот какие профессии запрещены среди тех, что действительно есть в Кыргызстане, и которыми бы могла заниматься женщина. В большинстве случаев это касается горнодобывающей отрасли, но кроме того, есть сфера транспортных перевозок, пищевая сфера, есть другие промышленности, в которых наши женщины могли бы работать и зарабатывать больше денег, нежели там услуги, предоставлением услуг, либо в каких-то социальных сферах, допустим. И я еще хотела дополнить, что во время Советского Союза именно к этому постановлению были также приняты ряд льгот, что женщина, когда она меняет свою профессию, она могла обучаться, она могла также продолжать привозить своих детей в детские садики, в те же детские садики, куда ходят именно дети горняков и других профессий, могла иметь какие-то льготы и также послабления, плюс еще были дополнения, какие-то денежные компенсации, когда она выходила на пенсию. Но проблема в том, что наше государство, когда она принимала, оставляла, скажем так, даже и не принимала, оставляла это постановление, она не оставила также вот эти льготные, льготные условия для женщин, то есть это уже как бы она упразднилась. И я считаю, что это несправедливо. То есть запреты есть? Да, рестрикции остались, а льготов нет. То есть плюшки забрали, остались только кнуты. Что делается для того, чтобы изменить этот список? То есть речь идет об изменении этого списка все-таки, вы выступаете, или за полное его упразднение? Мы выступаем за полное его упразднение, потому что мы считаем, что женщина, она вправе выбирать, это вопрос как раз-таки выбора. Если она считает, что да, это вредно для ее здоровья, то она может не работать. То есть это не означает, что мы упраздним, и все женщины должны работать в горнодобывающей отрасли или в других отраслях. Но тот факт, что у нее будет выбор, это, мне кажется, тенденция сегодняшнего дня. То есть каждый человек должен иметь выбор. Никто не должен диктовать ей, что делать, в какой сфере работать и как ей жить. Да, и допустим, есть для примера, самые-таки часто, которые мы приводим, женщина не имеет права водить общественный транспорт за пределами черты города. То есть если там превышает, по-моему, 15 человек, 14-14 человек, где здесь небезопасность в наше время? Или, допустим, женщина не имеет права управлять краном строительным. Но такие есть ситуации. То есть есть женщины, в Бишкеке, в Кыргызстане, которые занимают эту должность. Ну, это не настолько опасно. Допустим, если это, допустим, это химическая отрасль, и она может повлиять на диетародные функции какие-то. Но при этом женщина может выбрать, пойдет она строителем или будет управлять краном или нет. Этот список, он соблюдается действительно? Или это просто для галочки, что он где-то есть, и о нем не сами женщины, не работодатели? В принципе, не знаю. Что интересно, вот мы проводили опросы, как среди местных жителей, близ которых существует месторождение, крупные месторождения Кыргызстана, также среди горнодобывающих компаний об этом списке. И, я не знаю, к сожалению или к счастью, очень многие не знают об этом списке. Из местных жителей очень многие сказали, что никогда не слышали и не знали об этом списке. Тогда как горнодобывающие компании все знают об этом списке, соответственно, они соблюдают этот список. Это как бы на законном основании они должны соблюдать. И было даже такое, что одна компания на основе этого списка отказала работе женщин. Но многие сказали, что никогда этот список не использовали для того, чтобы отказать женщине, но это как бы на их совести. То есть, со слов одного из представителей сектора, он говорил, что мы принимаем женщин на работу, если они проходят по стандартному отбору, если они подходят, и они лучше, сильнее, быстрее других кандидатов на эту должность, то они, в принципе, берут и женщину. на эту позицию. Но на этих позициях нужно и соответствующее образование. Вполне возможно, что на этапе получения образования у женщин возникают проблемы. Нет такой проблемы? Да, вы правы. Очень много зависит от именно обучения, потому что уже на начальном этапе девушки не выбирают такие профессии. это стереотипное мышление родителей, что ей будет сложно найти работу, ибо ей сложно будет работать впоследствии. Ну, допустим, я сейчас вспомнила пример того, что, допустим, бурение. Горнодобывающий сектор, в принципе, это постоянное бурение. Там работают в основном мужчины. Но, допустим, те машины, те агрегаты, которые производят это бурение, они полностью автоматизированы. И чаще всего это привозные машины, которые соответствуют стандартам безопасности. И, допустим, если компания, горнодобывающая, нанимает себя бурильщиков или водителей на эти типы машин, идут в основном мужчины, и заработная плата у них выше. Если там будет работать женщина, то она будет на максимально низкооплачиваемой работе. То есть это в основном кухня, это бурга, горничная, и тому подобное. И есть еще стереотип, просто когда мы расспрашивали, что женщинам будет некомфортно, потому что температуры, высота, большое количество мужчин, и мужчинам будет некомфортно. То есть здесь столько стереотипов выходит, когда начинаешь разговаривать с людьми, касающиеся этой сферы, потому что она изначально считалась более мужской, и что та сторона, что женская сторона, что мужская сторона иногда просто уходит в такие дебри стереотипов, в нежелании сотрудничать и работать вместе, даже не зная о списке запрещенных профессий. Вот я вас слушаю и понимаю, что с одной стороны в этом списке множество профессий, которых у нас и нет, с другой стороны о нем мало кто знает, с третьей стороны в принципе сами женщины наполнены стереотипами и не идут. То есть список-то этот официально существует, но какую-то роль он-то и не играет. Вот отказавшись от него, это будет только первый шаг к достижению равенства в поиске работы. Правильно я понимаю? Да, я думаю, что этот список все-таки играет какую-то роль, потому что горнодобывающие компании, они должны следовать постановлению правительства, и они, соответственно, могут отказать на основе риска. Да, риск такой есть. Потом я согласна с тем, что у нас все-таки нужно менять еще и стереотипное мышление людей, потому что когда мы объясняли людям о списке, то в основном там было четыре причин, которые наше общество говорило. Во-первых, это то, что женщина не может работать на таких тяжелых работах, ей как мать она должна заботиться о своем рождении, о своих детях, да, и государство, она должна заботиться о женщинах и их здоровье, и о будущих ее детей. Второе стереотипное мышление было то, что женщина, она не может уезжать на 15 дней, оставляя свою семью и работать среди мужчин. Это стереотипное мышление о наших социальных ролях мужчин и женщин. у нас, к сожалению, сложились такие четкие границы ролей женщин и мужчин, что очень сложно говорить вообще в обществе о том, что вот женщина, она может работать и в таких условиях и в таких отраслях, где и мужчина может работать, в принципе, это мышление нужно менять, но ее сложно, да, потому что было, что даже женщины, и даже большинство женщин, они выступали против этого списка, против отмен этого списка, что очень парадоксально, да. Вы проводили такое вопрос. Даже просто по комментариям в социальных сетях, то есть комментарии были в большей степени от женщин, что вы хотите, зачем это нам не нужно, мужчины говорили, вы хотите женщин превратить в мужиков, и так у нас все это катится в сторону того, что женщина не женщина, мужчина не мужчина, то есть очень много негатива, но это я все-таки считаю, что это было всегда, то есть любые какие-то изменения, это изменения в обществе, они происходят постепенно, то есть это сначала агрессия, потом осознание, принятие, да, то есть в любом случае хочется все быстро и замечательно, но у этого есть период времени, который должны, как люди должны пройти и принять какие-то факты, потому что как примеры могу сказать, мы говорим о том, что женщина, да, они не хотят уезжать, но у нас очень много неполноценных семей, где женщины сами воспитывают детей, и это в принципе стандарт в наше время, и если она живет, допустим, если мы опять берем горнорудку в селе, где рядом есть горнодобывающая компания, и там хорошо платят, и она готова пойти, допустим, у нее уже более взрослые дети, или есть с кем оставить детей, ей нужно их поднимать, она хочет зарабатывать деньги, но компания может ее не взять, потому что есть список запрещенных профессий, то есть у нее нет выбора, то есть отмена списка это не значит, что, вот как Назик говорила, что все побегут, и они обязаны работать в этой сфере, это просто о том говорится, о том, что у тебя есть выбор, мы же говорим всегда про то, что самое главное, чтобы у тебя был выбор, воспользуешься ты им, или не воспользуешься, это уже второй вопрос. И я еще хотела дополнить, что есть третий довод о том, что в советское время все-таки люди были более профессиональны во всей сфере, у нас есть такая ностальгия о советском времени, когда профессионалы, они завидуют экономикой, они принимают очень такие хорошие, эффективные законы, и вот у людей такое мышление, что если в советское время был принят такой закон, значит он для чего-то был принят, там были профессионалы, и они знали, что делают. И последний довод это был о том, что женщины, они будут вне безопасности, там, где работают очень много мужчин, в особенности, если они остаются на очень долгое время в закрытой обстановке, в закрытом пространстве. То есть вот такие четыре основных довода приводились людьми, и мы пытались развеять через какие-то видеоролики, через статьи, но я думаю, что нам нужно будет работать очень много над развеянием таких стереотипных мышлений в народе. Ну и опять же это не значит, что если женщина боится всего этого, или действительно существует угроза, она должна идти, речь идет только о праве выбора. Что делается для того, чтобы этот список все-таки был упразднен? Какие-то шаги проводятся? Да, в 21-м году или в прошлом году министерство она сама инициировала Министерство занятости труда и социального обеспечения. они начали этот процесс, сами инициировали эту отмену, у них было несколько попыток его обосновать, приготовили документы даже для того, чтобы занести его в кабинет министров, но там уже начался процесс оттажения, скажем так. направили обратно, насколько я помню, чтобы пересмотреть. Но почему это застопорилось в тот момент? Для того, что они потребовали обоснования каждому. То есть представьте себе, 400 с лишним профессий это обоснование нужно написать, почему? Это огромное исследование на самом деле. Мне кажется, даже на некоторые профессии у нас нет специалистов, которые могли бы написать обоснование. То есть на каждую позицию? Да, то есть как я понимаю кабинет министров попросила объяснения, исследования, чтобы обосновать упразднение или неупразднение и надобность какой-либо профессии из этого списка. Ну это в данный момент мне кажется это просто нереально. То есть в общем-то не сказали нет, но поставили в такие условия невыполнимые. Да, но при этом есть еще дальше последующее, что они сделали. Есть кодекс изменения. изменения кодекса. То есть они пошли другим путем. Ты расскажи. Ну хорошо. То есть на следующий год в 2022 году они также заново начали поднимать этот вопрос упразднения. Минсоттруда? Да. Поскольку никак нет ресурсов проводить это исследование и обоснование, они поняли, что просто можно изменить кодекс. то есть изменение в кодексе, то тогда это постановление просто упразднится. Автоматически упразднится. Утратит свою силу. Там тоже у них этот длительный процесс с 2022 года. Я, к сожалению, сегодня не разговаривала, не уточняла. Но подвижки какие-то ведутся. и как они планировали, насколько я понимаю, упразднить за счет изменения в кодексе, но оставить приложение, что женщины беременные и с детьми до определенного возраста до 3-4 лет. То есть они не могут работать в этих направлениях. Беременные женщины и женщины кормящие до 3-х. Кормящие и до кормящие, у которых дети до 3-х лет определенного возраста. это может. Но насколько я знаю, такие списки запрещенных профессий, пусть не настолько обширные, существуют все-таки не только в постсоветских странах, они существуют во многих странах мира. Я просто видела исследование 2018 года, по-моему, это было исследование Всемирного банка, и из 188 стран, там в 118 странах мира действуют так или иначе какие-то запрещенные. Вот в некоторых, да, особенно в мусульманских странах большой список. Есть страны, которых нету. Вот как вы лично относитесь к таким вообще спискам запрещающим что-то? Давайте еще раз это поговорим в конце нашего интервью. Можно я добавлю еще по поводу списка запретов? есть как это называется ООНовские резолюции конвенции резолюции ООН, которые Кыргызстан в том числе подписывал. Там есть резолюция конвенции о том, что о правах человека, то есть равный доступ к возможностям и мужчин, и женщин. То есть Кыргызстан подписал, ратифицировал, то есть равный доступ, то же самое, что и написано в Конституции, то есть мы равны, невзирая на пол. А список запрещенных профессий, он противоречит, что конвенцию он, что в принципе Конституция Кыргызстан Республики. Все понятно. Спасибо большое за беседу. Надеюсь, что какие-то изменения будут происходить. Спасибо большое, что вы были с нами. Мы говорили о списке профессий официально запрещенных для женщин и о том, следует ли его запрещать. С моими собеседницами были Назика Мамбекова и Алияма Миталиева. Спасибо вам большое. Спасибо. Надеюсь, что изменения будут. Спасибо вам. Очень надеемся на это.